Посмотрим, кто здесь есть. Тик-тик. Привет всем. Мы, нет, мы еще не дома, мы завтра будем дома, мы пока что это собираемся. Вот, приветик. Мы завтра летим в Краснодар. Олег, что Олег делаешь? Ну что, херня у него страдает. Он какой-то херня у него там в телефоне страдает. Спрашивают, что ты угрюмый или без настроения. Скажи им, что ты не угрюмый. Наконец-таки можно в телефонах зависать. Пришел этот день, когда можно бесконечно зависать в телефоне. До потери пульса, я хочу зависать в телефоне. Видите, да, конечно, вместе. Вы что, думали, что дом 2 закончился и все? И наши отношения тоже. А покажи, как камерки отвернули. Сейчас, а куда это? Сюда, да, вот так? Укрепли, смотри. Вот, видите, все, камеры отвернулись от нас. Все, короче. Там еще тоже. И вот там еще тоже, видите? Все, отвернули. Все. Да, блядь, ты что, снимать не умеешь? Да умею. Вот так. Тик. Так что вот так вот. Собираем вещи. Да, конечно. Очень люблю вашу пару, моя любимая пара. Счастье, ребят. Спасибо большое. Мы тоже вас любим. Будем по вам скучать. По нашим фанатам, правильно? По тем, кому мы нравимся. Кто нас поддерживает, любит. Вот. А кто у нас пидорасит? Пусть сами идут. Нахуй. Катя с Пашей. Да, все. Паша от нее отказался. Проект закончился, они расстались. Да, жалко, конечно. Нам тоже не верится. Все так получилось. Ну, такое бывает. Все в этом мире заканчивается. Ничто не вечно. Мы вас любим. Спасибо. Мы вас тоже любим. Олег. Про нас же говорили, что мы проектная пара, и мы расстанемся через две недели. А в итоге Скалон с Бабичем, которых так верили, и которых так боготворили, и говорили, Господи, какие они искренние. У них такая любовь сильная. Они такие молодцы. Они такие классные. И где эти классные ребята? Где? Покажите мне. Паша послал Катю после того, как сходил в аппаратку. Вот. В общем, что могу вам сказать. У нас, да, у нас все хорошо. Мы завтра улетаем в Краснодар. Тут спрашивали, где ты купил свою шапку оранжевую? В Бершках. В Бершках. Или Паламбир, что-то такое. Короче, или Бершках. Я не одеваюсь в дорогих, богатых магазинах, ребят. Я одеваюсь просто... Не, у меня есть, конечно, там вещи дорогие, там типа Келлин Кляйна, там всякое такое. Но, не знаю, я в простых магазинах одеваюсь. Просто надо уметь подбирать одежду. И если у вас хороший вкус, то не обязательно брать какие-то там, я не знаю, Дольче Габбана, Армани, Версачи, там и так далее. Вот. Как бы с небольшим бюджетом можно, в принципе, нормально одеваться. Круто. Если у вас есть вкус, вот и все. Да. Вот. Чего я хотел так? Спасибо большое. Мы в Краснодар едем. Ну, там родители Олега и этот... И там квартира у Олега тоже. Вот, да. Вот. Случайно квартира у него оказалась. Ну, он же в Краснодаре, не случайно, значит. Да, дом 2, все, закрыли, все, ребята, все. Видите, мы уже камеры отвернуты, без микрофона, все. Вот. Так что завтра улетаем. Вот, Паша, согласно, некрасиво поступил, очень плохо, никто не ожидал. Видите, как бы случилось там, где не ждали. Вот. Вот. Поэтому. Да, все, все мы вещи собираем, конечно. Все, проект закончился. Дом 2 закрылся. Так покажи. Вон чемодан. О, видите, чемодан. А вот второй, покажи. А вот там чемодан. Вон чемодан. Ну, короче, все собираем. Завтра. Все в чемоданах. Да, завтра у нас самолет, мы улетаем. На недельку до второго я уеду в Краснодар. Паша, ну, все, расстался с Катей. Сказал, что он с ней существует. Он очень много денег на нее потратил, уже не мог ее вывозить. Нет, он сказал, Олег Шутин, он просто сказал, что, как вам сказать, что с ней на проекте он существовал, а он хочет жить. Вот. Поэтому все, как бы в рамках проекта у нас не существовал. Проект закончился, поэтому существовать дальше он не хочет. Вот. Дальше завтра улетаем в Краснодар на 2 недельки в отпуск, на новогодние каникулы. Вот. А потом, не знаю, что будем делать. Вернемся, может быть, в Москву. Вот. Может, будем в Москве. Может, будем в Краснодаре. Пока еще не решили. Не знаю. Спасибо, ребяточки. Что вы хотели? Ничего не хотели. Просто так меня толкнули. Я все знаю. Ну все. Кто беременный в Ай-Кой-Ком? Катя, она не беременна. Ты слышал с тобой, чтобы Катя была беременна? Да у них все беременны. Мы первый раз об этом слышим. Да, нам друг с другом хорошо, а что нам тусить? Я вообще с Украины жила в Сочи 4 года. Ну, меньше чуть-чуть. В Краснодаре почти год прожила. Вот. А последний год жила в Москве. До проекта. Приветик передавайте. Норильские республики Башкорстан. 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 В общем, Башкорстан и Норильск. Привет. Нет, ребят, не делала я губы. У меня в жизни меньше губы. Это просто фильтр такой. Какой у нас градусов сейчас? Где? В доме? В Москве. Или внутри нас? В Москве. Минус 8. Минус 8. Я тоже не поняла, кто был беременен, потому что никто не беременен. Я не знаю, о чем. Ну, заказывали продукты часа, ну да, раз в несколько дней. Да, я великами занималась в Сочи. Ой, я знаю, я у тебя брал велик как-то. Это не синяк, я не знаю, что это такое. Что у меня за синяк есть? У меня же нет синяк, я здесь пишу. Не знаю, что-то. Я тоже не знаю. Это фильтр такой. Ну, приблизь, Господи, посмотрите. Пусть Олег не радуется. К чужому горе некрасиво. Синяк как будто бы. Ну, это не синяк, я не знаю. Ну, это где-нибудь так падает. Это фильтр так криво ложится. Ну, или фильтр так ложится. Вот. Привет, ДНР. Передай. Ридно Украина. Ридно Украина это центральная ДНР, это Донецкая Народная Республика. А, ладно. Да, ребят, проект все закончился. Здоровенький булы ДНР. Вау Хаус сейчас будет, это что такое? В следующем году. Вау Хаус. Что-то. ТикТок. Том, блин. Была в Абхазии, да, была. Конечно, в Сочи жила, в Абхазии тоже была. Ездили туда. Вот. ТОПС Нью-Йоркер? ТОПС Нью-Йоркер. Сочиндево. Нет. А, короче, откуда-то оттуда. Беларусь, привет! Без проекта, без вас плохо. Прошу, передай привет Любе. Ну, привет, Люба. А кто на проекте недавно? Ну, все уже. Те, кто на проекте недавно, уже нет их тут. ТикТок Хаус, это отдельный дом. Там отдельные ребята. Да, там будет все. Почему выгнали Ульяну? Не знаю, почему выгнали Ульяну. Просто проект закрывается, видимо, поэтому. А еще у вас информация, что Ульяну выгнали. Что там смотрит, улыбается. Телефон разрешили, все. В смысле разрешили? Да, блядь, тут все разрешили. Хоть насри посреди комнаты. Посреди комнаты сядь, все уже. Никто тебе не скажет. Ну, в принципе, до этого никто ничего не говорил. Сейчас тем более никто. В каком районе в Краснодаре будете? В каком? Мы везде. Весь город наш. Да. Так, тиктокерам вы не присоединитесь потом. Ну, мы не тиктокеры. Мы не по этой теме. Мы уже старенькие, да, для тиктока? Да нет. Слушай, там даже Максим Галкин есть что-то. Где? В тиктоке? Конечно. В прямом, блядь, бессмысленно. Я впервые об этом слышу, ну ладно. Ну, телефоны, конечно, мы уже сдавали утром раньше. И ночью только забирали. Или когда на шоу ездили, еще забирали. Не знаю, ребят, может вы будете тиктокеров смотреть. Ладно, беги от него. Не убегу. Беги от него. Беги, сука, беги. Он у меня очень умный. Супер Олег. Так, когда волосы буду еще красить, да вот перед Новым годом покрашу. Новый год не буду встречать с этим цветом. С рыжим не хочу, все уже. Я просто не красила, берегла волосы. Сейчас покрашусь, приведу себя в порядок. Вот, восстановлюсь после проекта. Потому что недосыпание, не было времени заниматься собой, вот. Поэтому сейчас будет релакс. Да, ребят, у кого работа есть, там какая-нибудь телебизнес, там по-братски выручите, возьмите. Вот, если есть такой вариант, как бы в директ напишите, реально. Не оставайтесь равнодушными, пожалуйста. Не оставайтесь в стороне. Не оставайтесь в стороне. Еще Юстер остался. Ну, кроме Паши, с Катей некого, больше никого. Ну, да, по режиму жили. Утром подъем. Высыпали в 3-4 ночи. Смотрела, так как нравилась ваша пара, Ульяна Якупина. Люблю вас, красотульки. Спасибочки, мы вас тоже любим. Жапульки, красотульки. Официант нужен. Ну, не официант, я думаю, мы точно не будем работать. Ну, 30-го, да, будет последний выпуск. 31-го уже будет тоже. А, 31-го будет. Ну, значит, 31-го тоже будет последний выпуск. 31-го, последний выпуск. По поводу груди. И собираются все наши выпускники. и все наши выпускники. Вот это Олег, да хоть на среднем посреди комнаты не заметит никто. Ой. Это, по поводу груди. У меня своя была четверка. Сейчас я сделала меньше, чем была 3,5. Но она никак не ощущается от натуральной. Вообще, ну, никакой разницы нет. Поэтому не отличишь. Дворник. Красотка, ты обожаю тебя. Спасибо. Ребят, я знаю, среди вас очень много... Блядь, на меня камеру можно, блядь. Ребят, среди вас я знаю очень много умных, грамотных, креативных людей, которые работают на очень хороших работах, на хороших должностях, на... Ну, очень на высоких должностях даже многие работают, я знаю. Вот. Поэтому, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. Помогите, помогите. Ну вот, все, проект закрыли. Может быть, что-то можете предложить, ну, хоть какую-то работу, подработку. Ну, пожалуйста. Просто, я знаю, среди наших подписчиков очень хорошие люди. Все, спасибо. Выговорился. Так, да, Олежка у нас юморист. Это да. Ну, моя грудь немного... Если у вас висит грудь, вы можете сделать подтяжку. Фу, Олег, будь мужиком. Че заматан на свою девушку? Думаешь, это круто? Нет, это не круто. Пиндуй грузчиком. Пишут. Иди в полицию, туда все уберут. Полицию максимум. Полицию максимум возьмут. Какая номинация была у Анитки? Сто духами не беру, сейчас никуда. А вот, кстати, какая номинация у кого была, смотрите на шоу. Потому что эти номинации будем вручать мы с Олегом. Лично. Вот так вот нашли себе подработку. Да. Нет, Олег, красавчик. Какие планы на жизнь после проекта? Ну, пока что двухнедельный отдых, поедем в Краснодар, отдохнем, а потом будем думать, работу искать. Вот, либо в Москве, либо в Москве. Планы на жизнь? Жизнь? Хоть за хуй держись сейчас, в данный момент. Ай, мой любимый парфюм. Маскина. Наверное, нет, у меня на самом деле много любимых, просто в разный период времени. Определенно нет какого-то аромата, который бы был один, только любимый, единственный. Вот, ББ, да, останется. А по поводу, что там вы спрашивали, всего интеллекта, у него нормально, все, отстак, ладно. Нет, я умственно отсталый, все нормально. Нет, он очень умный. Я умственно отсталый, не обращаю к нему внимания. Конечно. Так, некоторые пары разойдутся... Так, где вы сейчас? Ну, мы на поляне еще, завтра улетаем. Тебе только ведущий быть, а Олегу ведущим. Да, ведущих еще дрочить и дрочить. Олег очень умный, вы просто его не знаете. Иванка, беги. Ага, вот, видите ножки. Догоняй, догоняй, зайди, бегу. Покажи ножки, как ты бежишь. Да ты видишь, зачем? Не хочу свои ножки показывать, а то еще что-то другое покажу. Я тут это... Завтра Краснодар, да. Он пьяный, что ли? Не, он не пьет. Какое образование у вас? У меня юридическое. А Олег, какое образование? У меня никакого. Это неправда, он шутит. Какое? Школа у меня образование. Ну, Зайна, честно, что ты вот говоришь? Я школьник. Ну, Зайна, не подумай, что это правда. Ну, скажи, какой. И что? Ну, что и что? Что здесь такого? Господи, я что, не человек, если у меня... Я школу только закончил. Ну, ты же не школу только закончил. Барпроводником бы так не работал. Я нигде не работал вообще. Короче, он бывший барпроводник, 9 лет там проработал. То есть, вы понимаете, что без образования невозможно работать. Барпроводником на него нужно учиться, поэтому... Вот вам ответ. Я не только им работал. Я на разных работах работал. Спасибо, ребят, вас тоже с наступающим. Пусть в том году все будет круто, по-новому. Вот, чтобы все ваши мечты сбылись. Приезжай в Грозный. Не, в Грозный я точно не хочу. У меня там нечего делать. А это Балтер улетело? Ну, да, вроде как. Да, они еще бухают. Вот, или что, пишут? Впервые поменяла мнение Олеги. Видно, что нет образования. Это неправда. У него есть образование. Как бы человек был... Как вы думаете, человек мог бы проработать 9 лет бортпроводником, если бы у него не было образования? Его бы никто туда не взял. Почему 9 лет или... Или, блин, год. Или год. Ну, неважно. Человек вообще, в принципе, не смог бы работать бортпроводником без образования. Поэтому, если он шутит, а вы не понимаете его шуток, то уж извините. Фотографом. Я еще работал по монтажу и вентиляции. Строительной компании. Как бы. Тоже у меня образование есть. Да, вот. Мы крестьяне, конечно. Минток. Покажи. Минток готов быть. Посмотрим. Вот, видите, крестик. Минток готов быть. А почему не хочешь, что боишься? Что мне делать в Грозном? Да еще и одно. Его что, с ума сошли? Меня мой мужчина не отпустит в Грозный. По-братски не отпущу, пацаны. Когда панируете детей? Когда-то в будущем. С кем с дома 20? Сначала свадьба, потом дети. Вот. С кем с дома 2 общаешься? Со всеми. Ну, со всеми, но близко, чтобы дружить, ни с кем не дружу. Где дружба? Здесь дружбы нет. Дружбы нет. Мы сейчас на поляне. Я вас обожаю. Но захвати его тоже. Да, они, он Грозный не хочет. Нам в Краснодаре хорошо будет. У меня брат в Грозном живет. Так что, если что, привет передадим. Кому привет мы передадим? Им от брата. Тому, кто зовет гостей. Ему. Тогда, получается, брат передаст привет. Ну, мы передадим через брата. А не мы передадим привет. Через брата. Алло, гараж. А дом 2 закрыли? Ну, все, да, уже. Вы идеально друг к другу подходите. Чем-то внешне похожи. Чем мы внешне похожи? Не знаю, губами, наверное. Не. Вот этой, кто-то мне говорил. Вот этой частью. Вот эта. Которую ты сделал? Нет, которая у меня была. Ну, да. Мы все сделала. Да нет, у меня синяка это просто. Фильтр такой, да. Это не Олежка мне растопнул. Он меня не бьет. Он хороший теперь. Где он именно живет, знаете? Где твой брат живет или друг? Кто там, как грозно? В смысле? Ты что слушаешь? Какой друг? Брат, где твой живет грозно? Ну, какая разница? Живет в грозно обратно. Поняли? Какая разница? Живет в грозно. А если не будет детей, то эко делать будете? Я не хочу об этом думать пока, что вообще загадывать, потому что мне нужно сделать операцию, узнать сначала результат, а потом уже думать, зачем раньше паровоза думать о том, если все может быть, ну все еще может быть нормально. Вот я верю, что все будет нормально, поэтому зачем зря заморачиваться. Когда у вас дни рождения? У меня 20 июня, а у него в феврале месяце, 7 февраля, я помню, не знаю. Вот где? Конечно. Где Ромашел? Понятия не имеем, где-то ходит. Кристина вот там вот. Бухарна. Белась, бухает одна, аж Ромашел, не знаем где. Кто по гороскопу? Кто-то один из нас близнецы, а кто-то другой водолей. Угадайте, кто есть кто? Ого, тяжело будет угадать. Угадайте, кто близнецы, а кто водолей. Угадайте, вы с этим сразу справитесь. Хочу с ним познакомиться, но я думаю, брат его не захочет с вами знакомиться. А кто еще на поляне? Ну, там не скачаю, я кащу. Ну, как осталось? Да не, много на самом деле остались, и завтра уезжают. Вот. Водолей Олег. Ну, правильно, это логично. Олег близнецы, вы что, сама сошли? Какой Олег близнецы? Иванна близнецы, правильно, конечно. Олег Водолей. Молодцы. Операции по какой причине? Ну, если вы смотрели шоу, то вы знаете причину. Я, как бы, можете посмотреть эфиры, там все сказано. Когда у него день рождения прослушала? У него, ну, 7 февраля, один миллилитр. Ну, походу, Олег задрот, а не Водолей. Олег не задрот. Он очень веселый, юморной. Вот. Вы его лично, если бы узнали, никогда бы с ним не соскучились. Иванна близнецы, Олег Водолей. Я знаю. Что тебе Олег на Новый год подарит? Ну, я думаю, этот вопрос нужно не мне, а Олегу задавать, что мне Олег на Новый год подарит. Молчит. Конечно же, счастье! И все? Да. А что ты еще хотела? Это неправда. Я знаю, что он мне приготовил подарок, а ему тоже. И еще вот так член бантиком красным перевяжу вот так. Та-дам! Подарок. Привет из Краснодара, привет. Ху именно? Что за ху именно? Кого первенца бы хотели? Не знаю. Не думала об этом. С первенца. Как относитесь к эко? Ну, к экологии в смысле? Плохо. С экологией сейчас вообще плохо. Это не экология. За газованность. Все переходим на электрические машины. А любовь не подаришь? И на электросамокат. А любовь не подаришь Иванни? Я уже ее подарил давно. Он уже ее подарил давно. Пока не отвечаешь. А вы ничего? Я не видела ваших сообщений. На что не отвечаешь. Привет из Уфы. Привет. От Маргенштерна-младшего вам тоже привет из Уфы. Привет. В каком городе будете жить? В каком городе будем жить? Где приютят, там мы будем жить. Не знаю, посмотрим. Еще пока не знаю. Ну, либо Краснодар, либо Москва. Мы спать. Добрый снов. И вам тоже. Мы тоже. Мы тоже с каждым будем ложиться спать. Нет, экстра как правильный. Да, мы поняли. Это была такая шутка. А вот. Ну, пока, честно, не знаю. Я не думала. Нейтрально отношусь. Вы будете классными бабушкой и дедушкой. А, и еще чай-чай бантиком провожу. Я от смеха дома всех разбудила. И еще член бантиков. Я от смеха дома всех разбудила. Я же говорю, он юморной. Ну, что это, если это так и есть вообще. Я говорю правду только всегда. Только правду. Ой. Привет из Донбасса. Вы такие хорошие. Донбасс, привет. Донбасс. Яковы там. Ридна, Украина, Донбасс. Какая любовь. Скоро все закончится. Иванка, ты супер. Но это тело с маленьким мозгом. Фу. Это вы о ком? Фу. О каком теле? Это тело. Это вот это вот тело. А, вот это вот? Смотрите, какое накаченное суперское тело. Ну, мозг вот такой. Вот такой мозг. Где он там? Мозг вот такой. Мозг большой. Блять, банки. Пиздец. Мозг большой. И тело большой. И еще кое-что большое. И душа большая. Ой. У меня телефон упал. У меня телефон упал. О, когда я про кое-что другое задумала. Ой. Привет из Крайнего Севера, Ямал, город Таркасале. Привет. У меня все. Какой в жизни Кадони? Кадони вообще классный чувак. На самом деле добрый. Вы в дом 3 остаетесь? А что будет дом 3? Мы что-то не знаем? Не знаем, походу. Что у Кати с Бабичем произошло? Да ничего. Бабич просто проектная история была. Бросил Катю. Все. Не хочешь больше с ней существовать? Проект закончился. Ха-ха-ха. Говорят, у Качков маленький член. Нет. Это вот как раз таки. Не может быть у Качкови, да? Но Олег в эту категорию не входит. Косуха. Как вы раскусили, что у Качков маленький член? Зачем вы это говорите, сволочи? Зачем вы, сухо, на больное давите? Ха-ха-ха. 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 Какая-то стрёмная это написала мне какая-то там без аватарки. Какая-то там стрёмная написала. Да, без аватарки. И губы, ужасные губы, да, это мне, конечно. У вас красивые. Да, зубы тоже вообще пипец. Баби, чай, олень, если коротко, друзья. Ну, согласна. Может быть. Не знаю, его версии я ещё не слышала. Но если слушать версию Кати, то да. Да, я думаю, у него не маленький член на сантиметров 20. Почти в точку. Блядь. Ты классная, чё. Спасибо. Серёга, Федя. Рякин и всё. Чё-то зависел видос. У Бузова. Люди, зачем оскорбляете? Если вам что-то мне не нравится, не смотрите, выйдите. Да, эти люди на меня подписаны, меня смотрят постоянно. Пишут ещё комментарии везде. Вот так вот я им не нравлюсь. Так вот, ну, чё могу сказать. И причём люди без аватарки, либо с пустыми, либо с пустой аватаркой, либо с какой-то вообще непонятной. Я лучше спать, пойду, чем на это смотреть. Ну, так иди и спи, чё ты здесь сидишь там у меня в эфире. Спасибочки. Да, главное, люди действительно находят там свою любовь. На проекте. Должанский бесил? Да нет, Должанский такой себе прикольный чувак. Никого не слушай, не завидуй. Да, я не обращаю внимания. Вот знаете, я никогда в жизни не заходила ни на чьи страницы, никому не писала, ни хейтила, не оскорбляла. То есть никаких плохих комментариев, даже мыслей не приходило, потому что у меня в жизни всегда всё было хорошо. Вот. И, в принципе, мне были свои какие-то интересы. Мне было интересно жить, как бы у меня всё было круто, классно. И зачем мне заходить, писать другим людям негатив и саму себя заражать этим негативом. То есть я никогда такой ердой не занималась. А люди, считаю, которые это делают и не могут успокоиться, но, видимо, у них всё плохо в жизни и больше нечем заняться. Так что мне даже таких людей жаль. Я на таких не обижаюсь. Он хороший пацан, конечно, он самый лучший. Ивану не обижайте, она хорошая. Спасибо. Интересно, Должанский реально пытался понравиться девочкам лет 20? Ну, я не знаю, на что он рассчитывался, честно. Вы классная пара, красивые. Спасибо. Ты классный мужик, у тебя классный. Да, мужик у меня самый лучший. Очень приятно, что главное у тебя все мы, которые тебя любят. Да, ребят, я вас тоже люблю. Вот кто меня поддерживает, вы вообще молодцы. И очень приятно, что у себя в этом прямом эфире я больше читаю положительных комментариев. Вот. И только один негативный, там, или два было максимум. Поэтому... Но зато в комментариях просто под постами один негативный. Да, под постами. Ну, ведь просто люди, которые пишут хорошее, вот они в прямом эфире смотрят, и они пишут хорошее. А люди, которые хейтят, видимо, у них руки чешутся, они... Больше в жизни ничего у них не происходит, вот они пишут всякую гадость. А люди, у которых все хорошо, прекрасно, которые... Которым мы нравимся им, ну, как бы, у них есть свои дела какие-то. Они же не будут постоянно сидеть под фотками и писать только хорошее. Вау! Себе подарки будешь покупать? Нет, подарочки я буду покупать вот Олежке, родителям Олега. Вот. А себе не буду. Ты очень хорошая, спасибо. И чего игнорируешь? Обидно так-то. Ну, я не могу всех видеть. Вы пишите еще раз. Если один раз проигнорирую, на второй отвечу. Надеется, и пара за проектом будет вместе. Дай бог. Очень жаль, что дом 2 закрывают. Согласна. Очень жаль, правда. Вот. Мы тоже очень расстроены. Были планы. Но ничего. Ничего в этом мире не вечно. Мы не расстраиваемся. Главное, что мы действительно любим друг друга. Что у нас все хорошо. И что мы вместе. Вот. У нас, конечно, смотрите последние серии. Последние выпуски. У нас была и ссора, и расставание. Вот. Но мы помирились. Все хорошо. Поэтому это было на эмоциях. Там небольшая провокация со стороны Феди. Вот. Я тоже на нервах. Немножко сдали нервы. И поругались на ровном месте. Но все закончилось хорошо. Нет. Все уезжают. Привет, Екатеринбург. Приезжайте как-нибудь в Екатеринбург. Тут красиво. Может быть, когда-нибудь и приедем. Не знаю. Пока у нас там нет никого. Вы где будете жить? В Сочи или в Москве? Ну. Либо в Краснодаре, либо в Москве. Не знаю пока. Ты с Олегом. Одна моя из любимых пар. Спасибочки. Очень приятно. Правда. Привет, Волгоград. Боже, вот действительно очень приятно читать, что когда вы пишете положительные комментарии. Прям вот настроение поднимается. Не только настроение. У меня еще что-то поднимается. Вы такая красивая, боже мой. Как избавиться от прыщей. Ну, честно, вот у меня прыщей никогда не было. Спасибо большое. Ну, этот... Наверное, крема какие-то можно использовать. Бля. Я не знаю, что можно использовать от прыщей. Если ты знаешь, подскажи. Потому что мне не было прыщей. Крема, наверное, надо использовать. А, какие-то... А, вообще лучше походить к косметологу. Вообще-то да, как бы. Переливание крови еще помогает, говорят. Переливание крови еще, говорят, помогают. Еще какие-то там... Я просто честно не знаю. Вы очень красивая пара. Счастья вам и всего самого наилучшего. Спасибо. Мы всегда с вами навсегда. Мы тоже вас любим. И будем почаще теперь снимать прямые эфиры. Умничка. Пусть у вас с Олегом все будет хорошо. Спасибочки, ребят. Будем снимать чаще прямые эфиры вместе. Заходить. Будем делиться. Рассказывать, что у нас как. Так что, вот. Будем чаще с вами. Если вы нас не будете видеть в эфирах, то будете видеть здесь. Иваночка, с наступающим вас Новым Годом. Спасибо большое. Вас тоже, ребят. С наступающим Новым Годом. Почему такая грустная? Да я не грустная. Я просто, может быть, сонная немного. Уставшая. Вот, нужно выспаться, отдохнуть, отоспаться. Сохрани эфир. Очень интересно наблюдать за вашей парой. Счастья вам в будущем, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо большое. Обязательно будем выходить теперь чаще. Просто раньше мы были без телефонов. Теперь на связи постоянно. Будем с вами общаться. Поэтому я буду заранее предупреждать, когда буду вести прямые эфиры. Вот. Буду с вами всегда. Я попробую, но не уверена, если как получится. Ребятки, с вами еще две минутки пообщаюсь, и все. И будем спать, ложиться. Завтра вставать. Вещи еще собирать до конца надо. Еще мы собрали тут целый баул вещей, которые нам не нужны. Мы его отдадим, кому нужно, кто нуждается. Вот. Поэтому надо разобрать все ненужные вещи. Еще убрать, отправить завтра тоже. Вот. Потом улететь. Приезжайте в Беларусь, я вам экскурсию проведу. Как-нибудь обязательно приедем, когда будет тепло. Вот. Не зимой только. И встретимся с вами. Скажите, пожалуйста, ребята, тут есть в Краснодаре кто-то? Хотели бы вы, чтобы мы провели фан-встречу в Краснодаре? Вот. Чтобы мы могли увидеться с вами. Если кто-то хочет, вы пишите. Если есть такое желание, мы можем собраться пообщаться, увидеться с вами. Балтер едет на район, опять бухать. Ну, кстати, да, все, перезагрузка закончилась. Бернее, так и не завершилась. Крис, честно, не знаю, где она. Она уже там выпила. И уже хорошо. Вот. Жайка, как тебе идея провести в Краснодаре фан-встречу? Сколько на нее человек придет? Ну, вот и узнаем. Тут спрашивали, меня до этого спрашивали. И я запишу, напишу, посмотрю, сколько соберется. Сколько людей на фан-встречу придет? Пять? Нет, не пять. Почему больше? Ага, а у тебя батарейка в курсе, там, три процента. Да, сейчас все. Спокойной вам ночи. Все, ребятка. Ну, это спасибо за отличные дороги. Спасибо большое. Вот. Завтра обязательно выйдем. Ну, я пообещала, что мы теперь будем с этой чаще выходить прямой эфир, потому что ребята не будут видеть нас эфира. Хоть те, кто на слове, вот за нами здесь следить и общаться с нами в прямом эфире. Хорошо? Ну, вот мы будем. Так что, вот, Олежка тоже желает вам доброй ночи. Пожелай доброй ночи. Добрая ночи. По кассике, по кассике. По кассике. Вот, по кассике, так что все.